Гранд Шриман Бхагаваттин, песня 7, глава 9, прохлада успокаивает Господа Нарасим Хадеву, текст 47. Обладая истинным знанием, почерпнутым из вет, человек может узречь, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом, ибо весь этот мир – энергия Верховной Личности Бога. О Господь! И причина и следствие – суть не что иное, как проявление Твоих энергий. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь незримо присутствует в дереве. Точно так же человек, посвятивший себя преданному служению, и в причине, и в следствии ясно видит Тебя. Обладая истинным знанием, почерпнутым из вет, человек может узречь, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом, ибо весь этот мир – энергия Верховной Личности Бога. О Господь! И причина и следствие – суть не что иное, как проявление Твоих энергий. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь незримо присутствует в дереве. Точно так же человек, посвятивший себя преданному служению, и в причине, и в следствии ясно видит Тебя. Многие люди, якобы постигшие и постигающие духовную науку, применяют десять методов, которые перечислены в предыдущем стихе. Но какими бы привлекательными ни казались эти методы, применяя их, невозможно по-настоящему познать причинно-следственные связи, а также первопричину всего сущего – джанмадья-яс-я-я-та-га. Первоисточником всего сущего – Сам Господь, Верховная Личность Бога, Сарва-Карана-Каранам. Он никто иной, как Кришна, Верховный Повелитель. Ишвара-Парамагам-Кришна-Сачитананда-Вигра-га. У Господа вечное духовное тело. Он корень всего – джанам-мам-сарва-бхутанам. Верховная Личность Бога – первопричина любых проявлений. Это невозможно понять с помощью так называемой «мауны» или целого набора аналогичных методов. Как объясняется в Бхагавад-гите, постичь высшую причину можно только занимаясь преданным служением Господу – бхактиям-мам-абхи-джанаты. Точно так же в Шримад-Бхагаватам 11.14.21 сам Верховный Господь говорит – бхактиям-ам-айхгяг-грах-я-га. 2. Познать причину всех причин Верховную Личность можно только с помощью преданного служения, а не с помощью «духовной» саморекламы. 3. Обладая истинным знанием, почерпнутым из вед, человек может узреть, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом, ибо весь этот мир – энергия Верховной Личности Бога. 4. О Господь! И причина, и следствие – суть не что иное, как проявление Твоих энергий. 5. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь незримо присутствует в дереве. 6. Точно так же человек, посвятивший себя преданному служению и в причине, и в следствии, ясно видит Тебя. 7. Итак, Прохлада Махарадж рассматривает все события, которые происходят с ним, внутри него, вокруг него, с позиции Самбандагян, то есть глазами знания. 7. И Самбандагяна описывается в 108 Упанишадах. Упанишада означает сидеть вблизи с духовным учителем, задавать вопросы и получать ответы касательно природы, истинной природы вещей. 8. И первое рассматривается закон кармы. 8. И люди думают, что закон кармы, он как бы отделен от других всех вопросов. 9. Но когда мы говорим слово карма, подразумевается действие. Мы должны знать, кто действует. 10. Кто конкретно действует. И поэтому Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. 11. И помни, что плоды этой деятельности Тебе не принадлежат. 12. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. 12. И так он употребляет слово действие, карма. Он говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности. 12. И слово карма есть само действие, но есть еще и причина действия. 13. И поэтому говорится в Брахма Самхите, что Кришна его называет Карана Каранам. 14. Карана Каранам, Каранам означает причина. 14. Вот почему говорится, что Кришна как сверхдуша ждет, когда живое существо предложит плоды своей деятельности ему. 14. Почему же оно должно предлагать плоды? 15. Это может быть несправедливо. Мы создаем какие-то плоды, и Кришна такой, вот он эксплуататор, он хочет, чтобы мы предлагали ему плоды. В системе рабовладельческого строя мы изучали там так, что господин, он эксплуатирует слугу, и слуга, тяжело трудясь, должен предлагать ему плоды. И иногда слуге перепадает что-то от этих плодов. Но такая система не устраивает никого. Мы можем видеть, как, допустим, президент страны эксплуатирует всю страну, и президенту, так сказать, должны предлагать все, и президент там со своего стола что-то может дать. Или мы говорим, духовный учитель, мы должны предлагать плоды духовному учителю, и он что-то там нам подбросит. И само это представление, когда мы слышим какие-то утверждения вет, но не обладаем знанием и не рассматриваем в правильном понимании эти слова духовного учителя или Бхагавадгиты, что Кришна просит Арджуну сражаться, возникает противоречие, и Праупада говорит, в умах неофита всегда возникает противоречие. Он не может понять, что это за такая эксплуататорская система. Кришна там во Вриндауне наслаждается, мы тут непосредственно страдаем, прямо сейчас страдаем. У кого кишки, у кого печень, у кого что, то проверка там в бизнесе, то еще какие-то кляузы на вас пишут, то ругали вас вчера только, то экзема, то еще что-нибудь, то геморрой, то... Куча всего, куча проблем. А он там в этот момент, представляете, пляшет и весело живет, и вообще его ничего не беспокоит и не колышет. И, несомненно, в умах человека, который не обладает знанием или людей, не обладающих знанием, возникает противоречие. Что такое противоречие, когда мы вообще говорим кому-то, почему ты мне противоречишь, у меня возникли противоречия. Что это означает? Несогласие. Несогласие, полное несогласие, отвержение такой ситуации, отвержение такого мнения, отвержение. То есть, противоположное ощущение рождается. Вы наслаждаетесь, а мы, значит, что? Страдаем. Значит, вместо любви, что мы можем испытывать? Ненависть, неприязнь, противоречие рождает неприязнь. И слово противоречие против. Мы становимся против. И мы получаем атеистическое настроение. Мы против Бога. Мы о нем забыли, не хотим думать. Мы более того, мы ощущаем отсутствие его. Мы ощущаем его отсутствие. Можно ощущать присутствие и можно ощущать отсутствие. Мы ощущаем отсутствие. А если даже иногда нам удается ощутить его присутствие, то мы думаем, он несправедлив. Потому что если бы он был справедлив У нас не было бы проблем Потому что он нас любит Раз он нас любит, мы должны ему подчиняться Мы будем подчиняться только тому, кто нас любит Но если у нас знание, что такое любовь И как она проявляется И мы не знаем, что такое любовь и как она проявляется Мы любим маму, папу Мы любим жену, детей Больше чем Бога Почему? Каждый может это ощутить Что он своего ребенка любит больше, чем Гуру И чем Кришну Он может ощутить это в чувствах У него даже сомнений возникают, что чувства его Куда сильнее привязаны к маме, к папе К ребенку, к какой-то женщине Или наоборот к мужчине К маленькому ребенку Можем ощущать Что мы о своей машине Можем беспокоиться, куда сильнее, чем о храме О своем доме Куда сильнее беспокоиться, чем о храме Мы можем беспокоиться О своих родственниках, куда сильнее Естественнее, прямо сердце горит Но мы не можем беспокоиться О каких-то других людях Почему? Почему такое происходит? Что значит чувство? Ну и что, что чувство? Что, в духовном мире нет чувств? Из-за чего? Из-за невежества Из-за невежества И Кришна поэтому говорит Что все это рождается от невежества Все рождается от невежества Что такое невежество? Это значит, что живое существо Не использует в этой ситуации знание Оно руководствуется невежеством Итак, авидия – это невежество Авидия – это знание Видия Оно отбрасывает знание Почему оно отбрасывает знание? Если будет знание Живое существо не сможет здесь Удовлетворить свои эгоистические потребности Вот почему мы не хотим получать знание Потому что знание нас сразу ограничивает В чем? В эгоизме Знание ограничивает нас в эгоизме Если мы ограничимся в эгоизме То значит Сразу жизнь превращается в материальный мир В топасию То есть В добровольное принятие неудобств В страданий А живое существо по своей природе Стремится к наслаждению Поэтому, когда ему предлагают топасию Автоматически рождается Что? Противоречие Отвержение такое Ну-ка мне подчиняйся Не буду Ну-ка не ешь Не буду Ну-ка не пей Не буду Как только нам говорят Сегодня 11 день Луны И не надо кушать Зернобобовых Как именно по поводу зернобобовых Появляется сильное желание Вот не было желания по поводу зернобобовых Вообще люди забыли о них О их существовании Год могли не есть Если они не услышали Что именно сейчас их есть нельзя Почему? Потому что рождается что? Противоречие Как только сказать Ограниченное общение с женщинами Тут же хочется его разграничить Вот жил себе спокойно Нет Бегала какая-то мумушка И ничего Но как сказали Мумушка это мая Не мая Ну мушка не мая И Герасим не мой И так Сразу возникает Что? Противоречие Или так называемый Антагонизм Антагонистические Мировоззрения возникают Если Бог говорит Да То черт говорит Что? Нет Почему? Антагонизм Откуда возникает антагонизм? Из желания Наслаждаться отдельно Что значит Наслаждаться отдельно? Подражать Кому? Кришне Подражать Кришне Желание подражать Кришне Таким образом Зависть Выражается в чем? Сначала Если мы там говорим Чистая гунна благости В духовном мире Все ему служат И сами возвышаются За счет этого Там чистая гунна благости Как только Примешивается гунна страсти Начинаем Подражать И так Гунна благости С примесью страсти Тут же вызывает Желание подражать То есть Я уже начинаю Хотеть быть кем? Кришной И как я хочу быть Кришной? Я не в смысле Самим Кришной хочу быть А хочу подражать Да Я хочу подражать Как ребенок подражает Отцу во всем Вы видели Как ребенок начинает Завидовать? Он начинает подражать Отцу Тапки его одевают Курить начинает Там что-то Зачем? Почему он так думает? На что он опирается? На невежество Дети в гуне невежества Вот почему Пока человек в невежестве Он подражает В чем? В чувственных наслаждениях Потому что мы думаем Что курить Это что? Чувственное наслаждение Пить Это чувственное наслаждение Заниматься сексом Это чувственное наслаждение Кушать то что хочешь Это чувственное наслаждение И спать И смотреть телевизор это что чувственное осложнение поэтому детям говорят но ка спать когда стану взрослым посмотреть все время телевизор смотреть или говорят но к эту программу выключить это не для детей и как только говорят это нельзя это выключить нельзя кушать мясо нельзя заниматься сексом вот сразу возникает что антагонизм противоречие противоречие почему мы видим как в христианской культуре говорится запретный плод что сладок запретный плод сладок в чем же сладость запретного плода в том что он сладок для невежественных людей то есть они не могут видеть скрытый яд и здесь говорится те кто постигли закон причинно-следственной связи мудрые люди они могут видеть в дровах скрытый незримый огонь скрытый незримый огонь также и живое существо когда она постигает закон кармы она может видеть как в чувственных наслаждениях скрыты что страдания таким образом этот мир называют миром страданий только по одной причине что все стремятся здесь к чему чувственным наслаждением само это устремление уже скрывает в себе страдания и люди планируют эти чувственные наслаждения и поэтому шастрах рассматривается этот закон кармы что же за закон кармы что же оттуда исходит мы говорим закон кармы три гуны материальной природы потом мы говорим время потом мы говорим душа сверхдуша ну как вы думаете а можно ли назвать все эти пять дисциплин кармой что все это пять это пять разделов одного понятия карма почему же в карме существует биджа что такое биджа всеми чего реакции а вот здесь вот в пословном переводе они стал читать думал вы все-таки на культуре слышали биджа анкурау или биджа карма это означает семя желания как вы думаете душа что делает значит это карма если биджа карма есть существует а если к а если каруна коронам карана коронам если кришна причина действий он причина действий и кришна говорит богу дите я лишь действую один можете вы назвать ту карму и постижение верховной личности бога что это тоже карма можете можете потому что все идет речь о чем по действию кришна действует живое существо желает кришна желает и все это желание само действие планирование все остальное называется одним словом если желание это биджа карма то есть действия на уровне желания это же действие и здесь говорится энергия что делает энергия вот Желание это энергия? Конечно энергия. А энергия что делает? Действует. Поэтому мы и говорим, что делает. Само наличие такого глагольного представления, глаголь, что такое глаголь? Действие. Действие. Есть признаки, действие, качество, имя. Итак мы начинаем говорить, имя, форма, качество, деяние. В имени есть деяние? Есть. В форме есть деяние? Есть. В качествах есть деяние? Есть. Таким образом все сразу становится действием. Карма. Карма. И Кришна говорит, тот кто постиг, что такое действие, что такое запретное действие, и что такое бездействие, он только может понять все это. Кришна сразу сказал, что нужно постигнуть эту природу вещей, причинно-следственную связь. И почему же живое существо страдает? Оно не видит в наслаждениях скрытого что? Страдания. Оно не видит. Оно не видит. И устремлено к этим чувственным наслаждениям. И оно не видит страданий. Есть две категории личностей. Одни личности видят скрытые страдания и наслаждаются. Как их называют? Почему они негодяи? Они же страдают. А почему они безумцы? Они все понимают, знают, все равно делают. Вот Арджуна говорит, почему все зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки. Что вы думаете, Арджуна не видит, что в чувственных наслаждениях скрыты страдания? Арджуна очень великая личность. И Прабхупада говорит, великая личность не может быть великой личностью, если она воспринимает это на уровне мауны или маны. То есть умом понимает, разумом понимает, но не может отказаться от действия. Что такое значит бхакти-йога? И здесь говорится, только бхакти-йога, преданное служение. Что же делает преданное служение? В чем суть преданного служения? Вот многие гьяни, йоги, карми, они понимают это. Все они понимают, что за наслаждение придется расплатиться страданиями. Не страданиями придется расплатиться наслаждениями, нет. А именно за наслаждение придется расплатиться страданиями. А чтобы получить наслаждение, вот тогда нужно принимать добровольные страдания. И поэтому тхарма называется тапо-дивиан, тапо. И поэтому Брахма, он слышит это слово первое, тапо. Если ты что-то хочешь, удовлетворить свои вопросы, желания какие-то. Он говорит, кто я, кто... Он стал беспокоиться, что, чего. И он стал страдать. Из-за чего? Из-за отсутствия знания. Он стал страдать. Таким образом, чтобы страдания исчезли, нужно было что сделать? Как могут страдания исчезнуть? Нужно их удовлетворить. Чем? Наслаждениями. От чего же человек страдает? От незнания. От незнания. Что происходит? И поэтому мы видим, что именно это невежество толкает. А что будет в будущем? А что будет в будущем? А кто знает, надо накопить, а вдруг все исчезнет? Надо вот так сделать, а то вдруг я буду в будущем страдать? Вдруг. Что значит вдруг? И мы говорим, кто знает, что нас ждет впереди? Кто знает? Ехать в Америку или не ехать, кто знает? Вдруг здесь останусь, еще больше страдать буду. А туда поеду, вдруг еще в два раза буду больше страдать. Что же делать? Что же делать? И человек страдает. Эти непонятки приводят в беспокойство. А будет у нас квартира или не будет? Нам в Иркутске оставляться или в Красноярску ехать? А нам вот так сделать или так? Ой, что же будет? Ой, у меня ум так беспокоится. Я не знаю, Лакшмирайна, что со мной? То туда, то сюда. Мне такси ружи эти не нравятся. Что такое? Почему так в сердце происходит? Почему? 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 Как? Что? Что? Как? Откуда? Что? Зачем? На что это указывает? Мудрец перед вами? А? И он еще куратором становится. У него у самого миллиард. Почему? Еще к ним кого почему прибавляются? Ваши почему? И вы становитесь маха почему? И это ваш авторитет? Не знает даже, как делать. Где ему оставаться? Что делать? На что надеяться? Полное отсутствие знания. И другие люди к нему подходят и спрашивают. А что мне делать? Он говорит, а ты знаешь, я все сам-то не знаю. А что со мной-то будет? Ты что-то тебе что-то говоришь? С тобой будет все хорошо, иди. И он говорит, о какой куратор. Он мне пообещал, что со мной будет все хорошо. Таким образом, здесь говорится, что человек должен знанием обладать. И Кришна говорит Арджуне, Тадвитхи пани пратана пари прашнена сывая. Для преданного его будущее ясно. Как мудрый человек видит в дереве скрытый огонь, Так и человек видит, что в преданном служении скрыто счастье. В этой тапасии скрыта удача. Победа в тапасии. В Курукшетре в этом страдании была скрыта слава, удача, нравственность, процветание. Все было скрыто. И Санджая говорит, там было скрыто все. Но Арджуна, по невежеству, то есть не применяя знания, Видел в этой Курукшетре одно горе. Он видел для себя одни проблемы. Мы можем не понять, как это в раннем подъеме скрыто наше счастье. Как в этих двух часах повторения святого имени скрыто счастье. Как в этом ударили по правой, подставь левую, скрыто счастье наше. Как скрыто счастье в смирении, в решимости, в подчинении. Мы не видим этого. И мы боимся. И так мы можем понять причину страха. В чем же причина страха? Невежество. Мы не знаем, что мы боимся счастья. Удивительно. И пропадает, говорит, мир сумасшедших. Они боятся счастья. Только сумасшедший может бояться счастья. И он не боится чего? Страданий. Потому что не видит, что приводит к страданиям и что приводит к счастью. И поэтому Брахма сидит на этом лотосе. И он слышит тапа, тапа. Прими неудобство. И Брахма прекращает дышать. Начинает регулировать дыхание. Уменьшать дыхание. Пранаяма начинает садиться в очень неудобную позу. Мы-то думаем, что сейчас поудобнее надо сесть. Это тапасия. И в этой тапасии нет. Надо в неудобную позу. В неудобную. Это тапасия. Мы хотим так сесть, обнять там что-то. Так вот. Вот так медитировать хорошо. На что? На нидру. Итак, живое существо опять же ищет чувственных наслаждений. Даже оно не знает, что такое асана. Асана это очень неудобный позу. Неудобный для наслаждения. Но очень полезный для чего? Для тапасии. И поэтому на одной ноге я там стою. Как я там, руки заворачиваю. Там ногу сюда закладываю. Ну зачем? Это как медитировать с ногами. Так хочется сесть поудобнее. Что значит такое удобство? Наслаждение. Отсутствие тапасии. И поэтому предным заставляют сидеть на лекциях так. не сдают им стулья. Потому что это тапасия. Это тапасия. Говорят, не надо облокачиваться на спинку, на стенку. Потому что это тапасия. Нужно контролировать тело. Нужно контролировать слух. Они говорят, ну когда я контролирую тело, я вообще ничего не слышу. А так раз. Сядешь, давай, гони. Потому что слух уже настроился на чувственное наслаждение тела. Потому что мы в теле, мы осознаем себя телом. И мы думаем, когда телу комфортно, тогда я лучше обучаюсь. Нет, тогда исчезает тапасия. В теле я наслаждаюсь всем знанием. Чем угодно. Информация. Информация это чувственное наслаждение. А знание это тапасия. В институтах нет никакой тапасии. Есть информация. Поэтому никто не держит целибат. Никто диету не соблюдает. Никто режима сна не соблюдает. Почему? Потому что в институте информацию дают. Там не дают знания. Там не дают тапасию. В военном училище дают что? Тапасию. Там дают тапасию. В военном училище дают тапасию. Помимо информации, там тапасия. И поэтому военными люди-то, кстати, очень разумные становятся. Кшатри очень разумные люди. Добровольно принимают это. Они понимают, что без тапаси невозможно прогрессировать. Невозможно победить. В первую очередь что? Страх. Страх. Почему люди рождаются трусами? Их никто не воспитывал в тапасе. Отцы их не воспитывали в тапасе. Шалбанами их не поднимали, ничего. Они трусы, и поэтому они с армии бегут. Поймите, что с армии бегут трусы. Потому что Кшатри терпит унижение и боль. В Шастрах описывается, что Кшатри терпит унижение и боль. Если это дает ему какой-то определенный вопрос чести. И Прабхупада говорит, американские, предные американская молодежь, все шудры. Они избегают армии. Мы можем видеть, как в странах не осталось Кшатриев. Потому что они избегают армии. Дети этих родителей, которые вообще никакой тапасии не принимали, только постоянно в удобствах прожили, в чувственных наслаждениях. Они не хотят выполнять долг ни перед кем. Ни перед родителями, ни перед родиной, ни перед Богом. Они принимают одурманивающие средства. И посвящают свою жизнь галлюциногенным состояниям. Миражам. Миражам. Тамагуна. Иллюзия. Усиление иллюзий. Иллюзия. Сон. Лень. Изобвение. Итак, кто же такие браманы? Браманы тоже настолько разумны. Они тапасию устраивают себе как? Добровольно. Сами. Сами. Военные устраивают тапасию себе. Они добровольно сдают себя в подчинение. А браманы добровольно подчиняют себя сами. И те, и другие действуют на основе чего? Знания. Итак, одного надо, один добровольно говорит, вы меня стягайте. Потому что сам, если вы меня не будете стягать, это кшатрия. А браман говорит, не надо меня стягать. Я так же в это же время сам буду все делать. Это не значит, что когда мне придет в голову, я сделаю. Нет. Брамана говорит, я буду все делать точно так же, как в шатрии, но меня не надо гонять. Как можно поверить браману, что его не надо гонять? Ну как? Вот вы закидываете брамана в армию. Нужно ему орать. Подъем! Нет. Он сам встает. Парупада говорит, внутренний будильник. Парупада называет это внутренним будильником у браманов. Он сам встает. Мы уже видеть, как опытные воины, они встают сами. Старшина сам встает, ему никто в ухо не орет. Подъем! У него уже такое чувство долго развилось. Понимание, где он и что это необходимо. Он сам встает, чистится, все, одевается. Спокойно. И потом встает и орет. Вот этим всем, у кого еще пирожки не переварились. ОДЕВАЕТ! И они в ужасе. Они подпрыгивают в страхе, что им сейчас дадут щелим какой-нибудь или шалбан. Это всеобщая воинская обязанность. Но военный человек не таков. Офицеры живут в квартирах, в общежитиях. Им никто не орет там подъем. А если им заорут, у них не рождается что? Противоречия, антагонизма не возникает. Почему? Они благодарны. Они благодарны, что их подняли. Долг. Долг перед Родиной. Долг перед обществом. Итак, появляется что? Слово «долг» про упады иногда переводит как что? Тхарма. Тхарма. Появляется тхарма. Тхарма. Не перед собой, не перед телом, не перед своими родственниками. А перед другими людьми. Перед другими целями, другими мотивациями. Поэтому их считают более высокоразумными людьми. Браманы. Браманы, более того, браманы этих кшатриев воспитывают. То есть, они показывают им какой долг. И кшатрии, глядя на этих браманов, видят, что эти браманы добровольны. Настолько продвинуты. Они добровольно следуют этому долгу. Добровольно. То есть, кшатрия, он все-таки должен обучаться кем-то. И каким образом? В жесткости. В жесткости. То есть, телом себя больше осознает. Брамана меньше себя осознает телом. Поэтому обучается тому же самому в мягкости. Что значит мягкости? Просто говорят ему спокойно и разумно. И он тут же это принимает и делает. Кшатрия, он говорит, вы уж на меня как-то, вы не могли бы на меня наехать. Очень часто можно чувствовать внутри себя. Вы не могли бы как-то мне вот так вот. Раз! Не надо меня бить. Ну как-то вот, я же чувствую, что пламенная речь, там какое-то такое давление. Чувствую меня лучше, на меня так действует. Это шатрийская природа. А Вайша, ему вот надо, сами знаете, что. Стимул, да, нужен. Нужна мотивация материальная. Он будет шевелиться. Но ему нужна мотивация материальная. Выгода нужна. И отнюдь не идейная. А какая? Ему лучше синиться в руках, чем что? Чем Кришна в небесах. Нужна такая. Нужно с ним. А шудра что? Нет. В перспективе наслаждения. Шудра, если в перспективе будут наслаждения, да он горы свернет. А они там, ты что, они тут весь мир насилия разрушили. А затем? Кто был ничем, тот стал никем. Никем. Сначала был ничем, а потом стал никем. Шудра, и почему, когда Пропада говорит, что Калауста, Шудра, Самбалам, что люди стимулируемы в любом действии, чем? Перспективой чувственных наслаждения. Недолго, ничего. Ради квартиры они будут проповедовать, запроповедуются. Профессиональные чтицы Шримад Бхагаватам и Бхагаватам, киртанщики. Где там лучше поют. Они за все, за это, они стимулируемы. Они стимулируемы. Если не будет такой перспективы, они не чувствуют энтузиазма. Это Шудры. Если нет перспективы, зарплаты, денег, они не будут с энтузиазмом служить кому-то. У них отсутствует долг. А военный человек, ему ничего не дайте. В плен его посадите. Скажите, что убьют его всю семью, все уничтожат, сожгут его все поля, дома. У него остается что? Долг. Так вы можете видеть таких браманов, которые Шудры. У них нет никакого долга. И они там ради должности. Потому что должность для них также не возвышенный долг. А что для них должность? Чувственное наслаждение. Доступ к кормушке опять. Доступ к чувственным наслаждениям. У них нет долга. И поэтому такие люди стремятся к карьере. Карьеристы. Они хотят образования. Потому что это доступ к чему? К чувственным наслаждениям. Это их стимулирует. Поэтому они в нархозы лезут. Никуда. Почему нархоз? Почему экономика их интересует? А? Как вы думаете, почему народное хозяйство, экономические институты, юридические институты стали такими важными? Юридические. Что делают? И что делают экономические? Как это юриспруденция с экономикой связалась? Раньше была с долгой юриспруденцией, с Богом юриспруденцией. Теперь экономическая юриспруденция. Кого? Конечно. Экономические. Вот демократия вам. То есть закон другой. Был закон Браманов. Был закон Кшатриев. Был закон... Есть закон Вайш и есть закон кого? Шудр. Сейчас мы переплелись с законами Вайш и Шудр. В нашем государстве сейчас переплетено еще 70% законов Шудр и 30% еле-еле вводятся в законы Вайш. Итак, люди сбиты с толку, они не могут понять, кто здесь, какой мы говорим. Вот мы пришли в Искон, и здесь должна построена быть Варнашрама. Но посмотрите, как люди поклоняются Туласе. Любая девушка, которая начинает мудро поклоняться Туласе, девушка молодая, почему так поклоняется Туласе? Она-то этого не понимает, потому что только сердце очищенное может подумать, что я это делаю для чего? Чтобы хорошего мужа приобрести. Хорошего мужа. Другие люди поклоняются Туласе отправиться в духовный мир. А что там в духовном мире? Когда сердце-то не очищенное, мы как духовный мир воспринимаем? Как топассию или как чувственное наслаждение? Там никто не болеет, никто не стареет. Там нектар плывет, чечет. Все камни, чентамани. А что чентамани делает? Золото. Золото, золото. Такой гном какой-то, лепрекон. Вы посмотрите, что значит шудра, стимулируемой перспективой, что еды, сна, секса и обороны. Животное почти что. Ниже нет. Но чем шудра отличается от млечки? Шудра, когда видит возвышенных людей, ими что? Привлекается. Он служить должен. Должен. Царь зачем следил? Чтобы шудры не козни чинили и не критиковали, а служили высшим сословием. И занимались чем? Физическим трудом. Почему физический труд? Почему? Вы можете посмотреть философию фашизма или чего-то. Как рассматривались людей с позиции чего? Психического состояния. Имбецилы. Склонные к физическому труду и к примитивным формам обучения. Имбецилы. Я не думаю. Эти народы имбецилы. Эти народы там шизофреники или дебилы. Эти народы идиоты. А этот народ арии. Арии. То есть, фашизм рассматривает, что распределение человечества таким образом, что эти имбецилы, кроме имбецилизма, ничего им не дано. Так же, как кастовая система говорится, что шудры уже все, они не могут выйти за рамки. Вайши не могут. И мы так же начинаем думать. Ну, я что, я шудра. Я вайша. Но ведическая система объясняет, как можно в грешнике видеть скрытую что? Узреть скрытую святость. Как в дровах скрыт огонь. Как сапожник может отправиться в духовный мир. Можно увидеть это, узреть. И как в брамане скрыт что? Шудра. Как в шудре скрыт браман, так и в брамане может быть скрыта незрим шудра. То есть, мотивации. И так начинают объясняться мотивации. Внутреннее состояние человека. И когда говорится шудра, это не значит внешний вид. Кшатрия это не внешний вид. И перечисляет Кришна в Бхагавадгите качество людей. Но люди определяют друг друга по телу, по форме, по роду деятельности, а не по качеству. И начинают говорить. Вот он слесарь, значит он кто? Шудра. Сапожник, значит шудра. Этот актер, значит он шудра. Этот врач, значит он шудра. Этот учитель в школе, он шудра. Все у нас шудры. Потому что Калауста Шудра Самбава. Ну вы значит не постигли науку кармы. Или он у него такой большой рост, он такой, он работал телохранителем. Он трус. И это можно сразу видеть. Почему? В нем отсутствует тапасия. Он не может исполнять свой долг. Есть признаки трусливости, которые вы можете раскрыть в человеке, как бы он на себя не вел. Вы можете увидеть. Нужно просто знание. Нужно просто иметь знание. И трусость это что? Патология. Кто-то может думать. О, я трус, все, никогда не изменюсь. Нет. Знание меняет человека. Вот почему люди не понимают, что кто-то может измениться. Они думают, да и религия никого не меняет. Потому что в других религиях не дают что? Знание. Не дают совершенного знания. И поэтому люди, обладая знанием христианства или чего-то, остаются трусами. Они боятся. Потому что нету совершенного знания. И поэтому Кришна говорит Арджуне, не бойся ничего. И когда видит страх Арджуны, при всем знании кармы, всего. Он говорит ему, тадвитхи пани пратана. Обратись к истинному духовному учителю. Они тебя не научили храбрости. Ты боишься. Ты боишься. Ты страшишься. Чего? Потерять перспективу наслаждений. Даже в своей инкарнации. То есть, реинкарнироваться. Ты боишься потерять перспективу. Он знает, что в будущем человек может переродиться. И он будет сражаться и своей жизнью рисковать. Только в перспективе хорошей реинкарнации. Вы представляете? Арджуна хочет сражаться только с перспективой. Он знает, что человек перерождается. Он знает. И у него должна быть перспектива. Чего? Чувственных наслаждений. Даже в следующих жизнях. И поэтому Кришна называет Арджуну шудрой. Что ты хочешь стимулироваться и сражаешься. Только перспективы чувственных наслаждений. Счастья разного. Миру мир. Что ты как шудра. И он говорит. Кшатрия ради долга должен сражаться. А не ради перспективы чувственных наслаждений. Что же такое долг чувственных наслаждений и страдания. И он говорит. Кшатрия должен принять все неудобства ради удобства других. Вот что такое тхакура. Вот почему поется. Эй, вайшнава тхакура. Как солдат принимает смерть ради чтобы другие жили. Так и вайшнав принимает неудобства. Ради удобства других. Тхакура. И поэтому раскрывается это положение тхакуров. Воинов. Что они готовы пойти в ад. Лишь бы другие не пошли в него. Навсегда. Удивительное положение вайшнава. Он говорит. Я готов принять грехи всех других личностей. И пойти в ад. Только освободи их. Меня не освобождай. Я готов принять эти страдания. Потому что я в них вижу тебя. Потому что в этих страданиях я могу продолжать. Тебе что показывать? Преданность. Именно в тапасе я могу тебе преданность показать. А для меня нет ничего дороже. Кроме преданности. И я хочу тебе ее демонстрировать. А преданность можно проявить только в неудобствах. И поэтому он говорит. Ему лучше пойти в ад. Чем в рай. Вайшнаву. Потому что в аду он может показывать эту преданность. А в раю ее показать очень сложно. Итак. Это положение вайшнавов очень удивительное. Это знание. Если человек лишен знания. То этот страх. Страх отсутствия перспективы. Какой? Почему мы боимся? Что будет завтра и деньги копим? Зачем нам деньги? Если мы не знаем завтра. Деньги для чего? Для какой перспективы? Конечно. Значит. Мы ничего не знаем. Будем мы наслаждаться в будущем? Или что? Страдать. А почему говорится, что для преданного все ясно, что будет? Что будет впереди? Нет. Преданное служение. Для него будущее ясно. Он будет все равно служить Кришне. Придет счастье или несчастье. Осыпет его богатством или нищета. Он знает. Он знает точно. Что надо служить. Не надо заниматься накопительством. Не надо ничего. Не надо совершать никаких усилий. Не ради квартир. Не ради машин. Не ради женщин. Он знает. Не ради последователей. Само служение скрывает в себе, что счастье. Потому что бхакти это означает любовь. И в шастре говорится, нет иного счастья, это ощущение любви. И поэтому все люди в мире гоняются за любовью. Хотят ощущать любовь. Они не хотят ощущать, что их любят. Они хотят любить сами. И даже здесь в материальном мире они хотят любить. Но когда они сталкиваются с неправильной любовью по невежеству, они не хотят любить. Потому что здесь любовь неправильная причиняет что? И чем сильнее неправильная любовь, то есть любовь есть, но нету знания, тем больше это причинит страданий. Итак, живое существо хочет здесь любовью что делать? Наслаждаться. А любовь это топасия. Топасия. Вот почему говорится, если вы любите меня, вы будете следовать моим наставлениям. А наставления какие? Одна топасия. То нельзя, это нельзя. Таким образом сразу приводится четкое указание, что если вы любите, значит вы примите что? Топасию. Если вы говорите о том, что вы любите Бога, если вы говорите, что вы любите Кришну, любите там Лакшмина Райану, любите там папу, маму, любите кого угодно, значит любовь должна выразиться в чем? Топасия. Что такое топасия? То, что тот, кого мы любим, нам запрещает. И то, что тот, кто мы любим, говорит, надо это делать, а вот этого не надо делать. Таким образом сразу можно понять, кто любит, а кто не любит. Он принимает, что? Яма не яма, топасия. Появляется топасия. Правила ограничения и обязанностей. Такие, какие хочет объект любви. Вот почему говорится, что когда мы начинаем думать, любим ли мы Кришну, это, говорится, значит мы чему-то следуем. И здесь говорится, это показная духовность. Что за показная духовность? Они кричат, мы любим, любим, любим Бога, любим того, любим сего, любим мужа, любим жену, любим детей. Нет любви. Дальше объясняется, что значит любить. Это значит принимать топасию. Теперь нужен объект любви. И так начинается гносиология. Объект любви. Нужен объект любви. Какой? Который не причинит вам что? Страдания. Что значит объект? Правильный объект любви. Что такое правильный объект любви? Что за эту любовь вы что? Что же за человек получает за любовь? Что получает человек за любовь? Счастье, правильно, счастье. Ченхари Кришна, он би гэппи. Что такое гэппи? Есть лов, а есть гэппи. Так вот, Прупада говорит. Что счастье без любви не бывает. Поэтому он говорит, счастье. Потому что без любви счастья нет. Его не существует. Это абсурд. Что я счастлив, потому что никого не люблю. Это абсурд. Вы счастливы, потому что вы никого не любите. И поэтому не страдаете. И так, любовь причиняет страдания. И поэтому люди боятся любить. И это называется. Это и есть буддизм. Это и есть Шанкара-Вада. Люди страшатся любви. Почему они страшатся любви? Они боятся, потому что из-за любви приходится страдать. И мы видим эти фильмы все, такие страдания. Любовь, наслаждение и потом страдание. Наслаждение, страдание, наслаждение, страдание. И говорится, нужно понять, кого нужно любить. Потому что если мы любим обусловленную живую дживу, то есть она обусловлена, она такая же, как мы, но у нее показная духовность, то что происходит? Что значит сострадать и любить? В буддизме сострадают живым существам. Потому что если вы не будете им сострадать, что произойдет? Кто страдать будет? Вы будете страдать. Вы получите реакции. Как вегетарианцы. Если вы будете кушать мясо, то на вас обрушится плохая карма. На кого обрушится плохая карма? На вас. Таким образом, там любовь или страх перед страданиями. И так одна религия называется пхая. Страх наказания. Богобоязненность. И Бога еще нет. Есть боязнь механизма. И поэтому механистически рассматривается система. Что значит механистически? Что закон кармы неумолим. И поэтому в буддизме отсутствует бхакти-йога. По сути дела, буддизм это что? Кьяна. Это кьяна. Там не надо любить. Там надо понять механизмы. Механизмы законов понять. И эти законы и механизмы что? Неумолимы. И надо умолять только. Не тот, кто создал этот закон. Его нету. Так сложилось. Так сложилось. Надо умолять тех, кто этот закон понял лучше нас. И когда вы поняли этот закон благодаря им, вы в них уже что? Не нуждаетесь. Вы в них не нуждаетесь. И пропадает. Гуру-друха срабатывает. Что значит гуру-друха? Зависть в гуне благости. Вы обучились у него. И теперь он что? Не только не нужен. Вы хотите его превзойти. Вы не только можете его оставить. Вы хотите его превзойти. Сначала сравняться с ним. А потом его превзойти. Это так же. Нервишеша шунья вада. Шунья вада. Вот что такое гуна благости. Зависть в гуне благости. И так живые существа не могут разобраться, что такое закон кармы. И мы боимся всего. Что с нами произойдет, как произойдет, что произойдет. А вы и сами поем. Мы поем баджины, читаем, что из жизни в жизнь служить Кришне. Значит, что в будущем? Следующая жизнь это когда? В прошлом или следующая в настоящем? Следующая это тоже не в настоящем. Это следующее, это значит в будущем. Видишь, как все запутано. А кажется, что в настоящем. Так вот, человек знает точно. Преданный знает точно, что с ним будет. Он знает, что он будет служить. А пока он будет служить, будет развиваться его любовь. Вот почему говорится, что харинама дикша это начало развития ростка бхакти. А бхакти означает любовь. Где есть любовь, там всегда есть что? Все. Где есть любовь, там есть все. Потому что всем правит любовь Радхи и Кришны. Всем правит любовь. Все творение материальное и духовное строится любовью, формируется полностью. И все эти законы, страдания и все остальное, все они продиктованы любовью. И причиной всех причин является любовь. Причина всех причин является, и когда мы говорим, источник вечного наслаждения, то Кришна в первую очередь источник чего? Любви. Значит, Кришна сам кто? Любовь. И когда материалисты начинали читать эти произведения, и приходили к такому же логическому повороту, они говорили, что Кришна бог любви. Купидон. И они в энциклопедиях написали, что это индийский бог любви. Но они этому какое придали значение? Камы. Что он бог вожделения. Он бог вожделения. Он, а в греческой мифологии он Эрос. Вот кто такой Кришна. Кто же такой Кришна? Это Эрос. И эти балбесы и индусы поклоняются Эросу. А мы поклоняемся Зевсу. И так они опустили Кришну до Эроса. До башка любви. И что вот индусы такие похотливые. Вот почему они ходят в чоли, в тхоти. Все пузо всем показывает. Они все хотят зудиться и тереться. Самая сексуальная. Самая сексуальная культура. Где, откуда появилась порнография? Из Индии. Откуда там все эти галапузы и бегали, и галапупы. Камасутра. Ни в одном мире, ни в одной культуре нету Камасутры. Да и что такое? Групповушка. Там зоофилия. То, все. Все существует. Откуда все взялось? Вот какое веды, самые древние писания. Так что, если будешь следовать ведам, появится в твоей жизни Камасутра. Это и называли Сахаджия. Когда человек при помощи развития, изучения вед, просто получал неслыханные чувственные наслаждения. Неслыханные чувственные наслаждения, которые выражались в этом сексуальном, в сексуальной жизни. И цель такого изучения вед считалась оскорблением. Вот почему шудрам не давали веды. Потому что они в ведах сразу видели Камасутру. Так вот, когда мы говорим Калауста, Шудра, Самбавам, мы можем видеть, что те люди, которые объявили Кришну Богом любви, как раз в ведах и во всем, узрели что? Чувственные наслаждения. Чувственные наслаждения. И стали изучать веды. Даже стали ими следовать. Для чего? Чтобы получать больше чувственных наслаждений. И Кришна говорит, Аржуне, это религия в упадке. Когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, которые сулят чувственные наслаждения, только тогда ты сможешь осознать истинную природу вещей, что истина не в чувственных наслаждениях, не в их получении, а в получении этой любви. Какой любви? Жертвенной. Жертвенной любви. То есть живое существо испытывает Ананду, только достигнув этого состояния чистой, бескорыстной любви. К кому? К источнику этой любви. И источником любви этой. Потому что только любовью наслаждается живое существо. И больше ничем. Прупада приводил пример. Он говорит, если людям дать все и отобрать у них любовь, они будут недовольны. Все им дать и отобрать любовь. Почему говорили? Не родись красивой, а родись счастливой. Что это означало? Кто значит самый красивый? Почему Кришна самый красивый? Как вы думаете? Почему именно он самый красивый, самый богатый? У него вся власть, все знания, все отречение. Почему? Потому что он источник любви, он сам любовь. Какая? Ананда. Ананда. Почему одно из имен Кришны? Какое? Что такое Ананда Тиртха? Тиртха знаете, что такое? Река, да. Источник. Источник. Чего? Блаженство. Поэтому его называют. Сад, Чит. Ананда. Кто? Виграга. Он является. Из кого исходит эта Ананда? Он является, откуда исходит эта Ананда? И нужно познать эту Ананду. И познание этой Ананды даст вечность. Итак, люди, сбитые с толку, не могут понять, что с ними произойдет завтра. Поэтому они говорят о пенсиях, о том, о сём. Я не буду свидетельствовать. Милиция пришла, мои родственники узнают. Но у вас была такая возможность показать преданность. На что вы готовы? Кришна в вашем сердце готов принять любую вашу жертву. Жертву родственниками, жертву бесчестия. Кришна готов. И Кришна говорит Арджуне, через какую бы тапасию ты не проходил, то есть неудобства какие, что бы ты ни давал, брал, кому-то отдавал, что бы в твоей жизни, сделай это как жертвоприношение мне. И мы отказываемся от тапасии. Что же такое тапасия? Пройти через какой-то позор, насмешки. Мы боимся этого. Почему же страх остаётся у нас? Почему? Конечно, желание, это кама, вожделение. Кама. Кама бакты. Они избегают трудностей. А Кунти говорит, дай трудности. Потому что в трудностях я могу тебе показать, чем я готова пожертвовать. У меня ничего нету. Я не богатый, я не могу давать деньги. Я готова пожертвовать своим благополучием. Сейчас ради тебя я готова, чтобы меня критиковали. Ради тебя, Кришна, сейчас я готова принять нищету. И тогда человек начинает жертвовать. Это истинные жертвы. И это называется шрадха. Пропада говорит шрадха. Что такое шрадха? Вот говорится, нужно церемонию шрадхи провести. Что значит? Отдать что-то, конечно. Отдавать. И слово шрадха, вера, выражается в том, что человек отдает. Потому что когда человек любит или пытается развить любовные отношения, он отдает. Он не берет. А что делает? Отдает. Когда же человек берет? Когда позволяет тому проявить что? Шрадху. Таким образом, человек берет и отдает только, по сути дела, в двух случаях. Только для развития любовных отношений. И сонатный госвами говорит, дарить подарки, принимать подарки, вкушать просад, угощать просадом, говорить и сокровенным слушать. Это все принадлежно только для развития любовных отношений. Если это используется ради чего-то другого, человек за это будет страдать. Если это не ради развития любовных отношений, человек за это пострадает. Представляете? Мы отдаем и в итоге за это пострадаем. Если не ради любви это. Если мы берем, и только для того, чтобы наслаждаться, а не для того, чтобы проявить так же свою любовь тому, кто нам дает. Мы будем страдать. Если мы говорим о сокровенном, чтобы человека на свою сторону против кого-то. Или слушаем о сокровенном, чтобы просто слить там, ну пусть он сольет. А не слушаем для того, чтобы показать ему свою любовь. Или говорим ему что-то сокровенное, чтобы ему так же предоставить свою любовь. Если мы вкушаем просад, чтобы нажираться. Или угощаем, потому что так бывает, потом карма. Если все это мы используем не ради развития любовных отношений, это будет причинять нам страдания. Вот почему многие предные делали-делали, и только проблемы одни себе нажили. Почему? Потому что цели такой не было. Все делалось ради уважения, ради выгоды, ради того, взятки, и никто не развил любовных отношений. Почему? И вот почему говорится, что любовь – это взаимность. Это взаимность. Нет любви, когда вы просто только отдаете, а оттуда нет. И Рупага с вами говорит – взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Четыре составные части, которые дает любовь. Любовь состоит из четырех вещей. И поэтому атрибуты существуют. Атрибуты любви. Имя, форма, качество и деяние. Итак, живое существо, сбитое с толку, этим невежеством, не может понять, что такое любовь. И не ценит. Не ценит любовь. Что же она ценит? Чувственное наслаждение. Идти на махату, где легче. Идти в храм, где легче. Выполнять служение, которое легкое. Легкое, значит что? Меньше топасии. А раз меньше топасии, меньше богатства. Меньше любви. Меньше преданности. Как мы узнаем, что человек предан? Он идет туда, откуда все бегут. Он идет туда. Но и многие туда идут тоже. Но из-за чего? Конечно. Он идет туда не так, как другие. Он идет туда за любовью, за преданностью. А другие идут туда зачем? Артха, Кама или Мокша. Артха, богатство, Кама, женщины и Мокша, последователи. Вот почему эти мотивации отвергаются в Айшнауне. И почему называют это религией любви. Это не религия похоти. Это религия любви. И поэтому она очень аскетичная. Это топасия. Любить, это топасия. Любить, это подчиняться. Любить, это наложить на себя какие-то ограничения, чтобы показать, как ты любишь. И так, прохлада Махарадж говорит об этом, что тот, кто познал, постиг причинно-следственную связь, может видеть, как в дровах скрыт огонь, как в топасии скрыто богатство, как в богатстве скрыта любовь. Чем же богат человек? Деньгами, домами. Он может любить других. Он может любить других. То есть, может себя отдавать. И мы с вами говорили, вот помните, я на бумажке читал стих матери Терезы, называется «Служение». И она говорит, отдавайте. Делайте для людей добро, и они будут обвинять вас в скрытых мотивах. Но все равно делайте. Потому что любовь подразумевает, как называть стихотворение? Служение. Служение. И служением, по сути дела, называется только это. Делайте людям добро, а они вас за это обвинят в скрытых мотивах. Делайте для людей добро, и они вам отплатят чем? Злом. И все равно делайте. Таким образом, любовь подразумевает вот такое положение. Вот почему говорится, что мать Тереза прожила в Индии. И почему именно она в Индии носила сари и в Индии свою миссию открыла. Она считала, что индусы лучше всех могут оценить такой вид тапасей. Что любовь, вот эта материнская, почему ее мать Тереза назвали, как мать, которая из любви все отдает. Все отдает. Но есть хорошая мать, и есть какая мать? Плохая. Есть мать, которая только о себе беспокоится. Есть мать, которая беспокоится о детях. И так отдавать тапасе, принять тапасе. И мы видим, как плохие матери существуют, плохие отцы, плохие родители. Что значит плохие? Что значит плохие? В большей степени старающиеся для себя. Почему мы стараемся? Мы хотим наслаждаться. Мы говорим, о, эту дочь мы не любим, мы любим вот ту дочь. Потому что с той дочерью мы наслаждаемся, а с этой дочерью тапасе страдаем. И все пропитано этим эгоизмом. Этим стремлением. Стремлением. Получить больше чувственных наслаждений. А значит в итоге получить больше что? Страданий. И вот почему говорится, что глупец, он стремится там, где наслаждаются. А браман стремится туда, где что? Тапасе. Тапасе. Как же мы можем говорить, что человеку надо дать шнур, ему дать брахманическое посвящение, женщине какой-то. Не потому, что она здесь все время живет. Потому что и здесь люди стремятся к чувственным наслаждениям. Систематически. Систематически стремятся к чувственным наслаждениям. Наряжаются что-то там, крутят задом, там туда-сюда, там мужчины к женщинам, женщины к мужчинам. Здесь точно так же все можно превратить в чувственное наслаждение. Все абсолютно. Все. И тапасе – это то, что мы принимаем неудобства. Это тапасе. В этом спанье на полу скрыто богатство. В этом раннем подъеме скрыта слава. И так далее. Что же такое слава и богатство? Это Шри Лакшми. Удача. Богатство. Успех в делах. Все скрыто. Лакшми. И в шастрах первый стих говорит, что тот, кто встает до заката солнца, к тому очень благосклонна, до восхода, вернее, солнца, к тому очень благосклонна богиня удачи Лакшми. Особенно, если человек встает рано из-за преданности Кришне, чтобы показать свою преданность. Таким образом, ранний подъем – это показать свою преданность. Мы думаем, что построить храм или что-то. Как вы думаете, что важнее? Почему это первое указание? Почему никакое, ни второе, ни третье? Это первое указание. Сон. Ранний подъем. Не про еду не идет речь, ни про что, ни про какое-либо другое ограничение. Сон. Потому что сон есть что? Проявление чего? Иллюзии. Иллюзии. Человек ограничивает свою иллюзию. В чем же иллюзия выражается? Что если я дольше сплю, мне что? Лучше. Что лучше делать? Наслаждаться, конечно. Потому что когда сон ограничивается, у вас остается только сил на важные дела. Не остается сил для наслаждения. Когда ограничивается сон. И вот почему люди хотят высыпаться. Потому что выспавшись, остаются силы на что? На чувственное наслаждение. Остаются силы на чувственное наслаждение. И поэтому со сна говорится. Тот, кто встает рано, всегда в народе говорили. Кто рано встает, тому Бог подает. Что же он подает ему? Удача. В чем же удача? Во всем. Во всем. Но если человек встает рано, не ради удачи, а ради чего? Ради Бога. И там говорится, что благосклонно тем, кто встает рано, ради Бога. Поэтому называли Брахма Мухурта. Это означает ранние часы, когда Бог. Бог может вам проявить себя. То есть вы встаете, чтобы узреть Бога. В чем же узревает Бога? И Бог начинает узреваться в его имени. Вот почему Брахма Мухурту рано утром начинает повторять святое имя. Что Кришна именно в эти часы раскрывает себя. Начинает раскрывать себя. Только в эти часы. Подает милость. Милость. Итак, существует очень много разных объяснений, которые скрыты от глаз других людей. Скрыты от глаз. Глаза называют знанием. Глазами знания надо смотреть. В шастры есть. И когда в шастры говорится, что у мудреца все врата города освещены знанием. То есть он слушает так. Он так смотрит. Так нюхает. Обоняет. Осязает. Он может воспринимать знания. Через эти врата. И когда все врата города освещены знанием, человек начинает испытывать счастье. Потому что в тапасе скрыто счастье. Али Кришна. Обладая истинным знанием, почерпнутым из вед, человек может узрить, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом. Ибо весь этот мир – энергия верховной личности Бога. О Господь! И причина и следствие – суть не что иное, как проявление Твоих энергий. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь, незримо присутствует в дереве. Точно так же, как человек, посвятивший себя преданному служению, и в причине, и в следствии ясно видит Тебя. То есть и в радости, и в горе он будет видеть, что есть что? Милость. В радости есть милость. И где есть милость? В горе есть милость. Потому что всегда можно продолжать показывать Кришне что? Преданность. Ну, когда преданности нет, люди всего боятся. Это невежность. Ой, я боюсь там, что... Ой, кто-то узнает. Ой, ой. Никогда не бойтесь правды. Если вы Кришнаит, не бойтесь, что вы Кришнаитка. Что ваша там племянница что-то узнает и там что-то еще. Не бойтесь никогда. Правда горька, это та пассия. Быть правдью. Если вы преданный, ну что? Что это скрывать? Не надо вдумывать ничего. Просто надо знать, как это сделать. Не бойтесь. Когда человек ведет себя таким образом, тогда, конечно, это проблема. Не беспокойтесь. Владыки вас не ругают. И думать, что так, любовь такая. Любовь – это та пассия. Запомните. А не письма в соплях. Запомните это. И мужчины, и женщины. Любовь – это та пассия. Это война. А не брызгание в пруду с хохотом. А это только в духовном мире такая любовь. А здесь за любовь надо воевать. Как там Харрисон написал? За любовь что-то надо? Вороться или что-то такое? Сражаться ли? Любовь – это та пассия. И говорится, Драупади так любила своих мужей, что ни разу не сделала такого поступка и не брякнула ничего языком, изучив, что это бы им не понравилось. Но они бы об этом не сказали. Так женщина изучала мужчину. Махабхарати она объясняет, сатьябаум. Я так себя веду, что ни в коем случае что-то не понравилось моим мужьям. В моей одежде, в моем поведении, в моей еде. Что бы я ни сделала, я всегда думаю, понравится ли это мужчина моим или нет. И они никогда мне не скажут об этом. Прямо. А как я узнаю, что им что-то не понравилось? Как? Отношения. Еще как? Отношения, поведение. Ну, это и есть отношения, поведение. Значит, что-то они нравятся. И они никогда не скажут. Почему? Потому что они благородны. А что такое благородство? Если тебе не нравится, как тебе служат, служи себе сам. Это благородно. Чем критиковать, что-то говорить. Служи себе сам. Не нравится. Что там человека осуждать? Не любит, если он. Что если любит, он бы сделал так. А раз не любит, какой. И поэтому говорят, мужчина должен любить Бога, а женщина должна любить такого мужчину. Все. Это называется. Три вещи в браке важны. Бог, муж и жена. Кто же, значит, такой настоящий муж? Вот почему гопи молятся, калькаяте и говорят. Мы хотим такого же мужа, как твой. Который не будет богат, не будет там куда-то иметь должность, будет иметь преданность такую. Потому что служат стопам такого мужа, мы можем исполнить все свои желания также. Какие желания? Все. Просто надо потерпеть одну жизнь, пропадок говорил. Потерпеть жизнь. А жизнь всем дана для чувственных наслаждений. Поэтому никто не хочет одну жизнь отдавать. Все готовы отдать год, два. И поэтому, говорится, те, кто посвятили свою жизнь распространению славы святого имени, их ни в коем случае нельзя критиковать. Даже если они исполнены недостатков. Потому что они решили посвятить свою жизнь целиком. Ни чувственным славы, ни квартирам, и где их будут содержать жен. А они решили свою жизнь отдать Кришне. А ни детям, ни женам, никому. Это опасие. Чтобы показать Кришне любовь. Попытаться. Это война. Ну, а нам надо служить таким личностям. И все. А не критиковать их. Вот почему и говорится, что это оскорбление святого имени. Надо служить им, а не критиковать. Не выискивать в них недостатки. А понять, как бы самому так живут. Отречься. Пройти их путем. Изучать, слушать их. А мы начинаем там. Они испортили. Они изнахратили всю мою жизнь. Это что означает? В смысле, что изнахратили? Гениталии ваши изнахратили? Или что? Я часто слышу, говорят, что Кришнаиты отрезали всем гениталии. У них секса нет. И родители также говорят. О, Боже мой, куда ты попала? Здесь изнахратят твою жизнь. Тебя здесь будут эксплуатировать. Нет, тут предоставят тапасию. Любить будет учить. Поэтому надо искать мужчинам Бога и какого-то господина себе. А женщинам нужно искать такого мужчину, который, как это, не бродячий пес. С одной работы на другую перемахивает за деньги. Долг у него должен быть выше. Поэтому Арджуна говорит, сейчас все эти мужики погибнут, которые ради долга готовы на все пойти. И останутся те, кто будет только ради денег что-то делать, ради чувственных наслаждений. Эти бабы дуры, блин, все за них замуж выйдут. Вот что он беспокоится. Он говорит, от таких мужиков родятся только скоты и подонки. И они уничтожат всю эту землю. Не будет среди них мужиков, которые ради долга готовы пойти на что-то. Все только ради своих семей и ради бабок. И Арджуна боится этого. Беспокойствие о земле. Что это бремя останется для земли. Еще более худшее, чем были демоны. Как вы думаете, прошлая эпоха лучше была, чем нынешняя? Или хуже? Тогда было бремя, а сейчас... Так иногда кажется в уме. Я часто слушаю, вот это тогда было бремя, сейчас-то нормально все. Нет, сейчас это уже не бремя. Тогда это было бремя. Болезнь. А сейчас это уже все, патология. Тогда можно было заболеть уродством каким-нибудь. Знаете, там ноги отрезали, что-то такое. А сейчас уже родились такие. Все. Как Бакстан Срасовский сказал, гениталии родились, снабженные развитым интеллектом, умом и чувствами. Ну что такое рождение в Кали-Югу? Это появление гениталиев с головой, с ручками, с животиком и с ножками. Ну это гениталии родились. И все у них вокруг этого крутится. И когда человек начинает это видеть, так мерзко становится за самого себя. Думаешь, елкин, каравай. Кого хочешь, выбирай. Испекли мы каравай. И все этим движет, представляете, да? Гениталии, снабженные интеллектом, умом и развитыми чувствами. И эти гениталии еще кричат, нам ничего не надо. Нам ничего не надо. Мы себя сдерживаем. И говорится, они хватаются за голову. Эти гениталии. А все этим двигается. Я вот верю в Бакстан Сарасвад. Я как бы с каждым годом все больше убеждаюсь на себе. Что только этим все и стимулируется, двигается, мотивируется. Или стать самым великим гениталием. Или стать таким посредственным гениталием. Потом поймете, о чем я говорю. Я вижу, что сразу не понимается. Но ничего, потом. Даже не то, что я сказал. Там вы видите книжку. Как иногда хочется стать великим гениталием. Чтоб тебя как гениталию уважали. Как вы думаете, почему в философии, в этике, в полемическом искусстве, в риторском искусстве говорят, а это уже удар ниже пояса. Я понимаю, в боксе так сказали, в футболе. А почему в философии появился термин? Это уже удар ниже пояса. Что там ниже пояса? Адам и Ева, что у них там произошло ниже пояса? Были они нормальные, все было выше пояса у них. На голове у них был лист. И он переместился ниже пояса. И началась цивилизация. Великая цивилизация. Адамов и Ев. Йогов и скромных женщин. Фарупада так говорил. Йоги и скромные женщины. Адама, который из сострадания оплодотворяет Еву. Что она бедная, куратора искала. Да? Все так прозаично. На самом деле, если вы вглубь посмотрите всех эти истории, так просто. Вдруг ей не надо было прибежище? А когда она наелась яблок гнилых, сразу прибежище нужным стало. Ходят они, бродят по миру, ищут прибежище. Для одного места, которое прикрыто чем? Фиговым листком. И эти йоги, такие сострадательные, к падшим обусловленным душам. Что только успевают их одаривать биджалата или бхактилата. Но потом там появляются ростки. Эти подростки. Сначала ростки, потом подростки. Потом, блин, деревья. Начинают яблоки валиться оттуда. Недалеко от этой яблони. И свиньи прибегают, и жрут это все. Потому что это наш мир. И мы в нем живем. Если бы у нас был выбор, кем стать опять, то мы бы, несомненно, стали теми, кто мы есть. Прихрек. Сейчас такое. Шастра еще одна подкатила. Илия Предтеча. Просенка видели, да? Еще нет? Увидите. Просенок. Мир глазами поросенка. Такой мультик. Он говорит. Когда я родился, мама и папа были так рады моему появлению. И показывают там, такая мама свиноматка, папа хряк. И там десятка два этих поросят. И на него никто внимания не обращает. А он так, ну, мы же в иллюзии. Мама и папа были так рады моему появлению. Моя мама домохозяйка. Мама такая свиняя сидит, такой чан у нее. И она этих поросят моет так. Туда раз. Потом раз. Ее раз за ухо. Вытащила. А папа ходит на фирму работать. Папа такой с разбега в грязь. И пузыри. Папа ходит на фирму работать. Потом говорит. А недавно моего дедушку пригласили на праздник. И такая свинья по двору носится со страха. И потом он такой в окошко смотрит. И дед уже на блюде лежит. И весь такой в этих всяких. Он был такой нарядный дедушка на празднике. Потом говорит. Когда я вырасту, я хочу быть похожим на своего папу. И папа такой в грязи. И он так сзади подходит. И папа. Он такой большой. Такой сильный. И папа его так раз в пятак внюхал. Пчи. И он такой летит. И он пока летит говорит. И с соседями живем. И с соседями живем тоже дружно. И там такая скот стоит возле корыта. И этот поросенок на кого-то. Бум. Упал. Тебе. Уи. Бум. Бум. И тут такая драка началась. Этот поросенок на это все смотрит. Он говорит. Вообще жизнь прекрасна. Потому что один день не похож на другой. И такая овца к нему такая идет. Что-то разбираться. А тут грабли лежат. И он нечаянно на грабли наступает. И овцы по челюсти. Потом говорит. По выходным мы ездим на выставку. И на рынок. И там эти свиньи с отрезанными головами. И поросенок там тоже сидит. Ну поросенка продают же иногда. Под хрен-то. Живого. И он там на выставке трется между этими свиньями. Вот такими вот с вилками. Ценными. Потом. А вечером нас отвозят домой. Вечерами. Такое. Гора навоза. И он с большим хряком рядом сидит. А хряк какой-то там дядя. И он сидит. И он говорит. А вечером я думаю. И вилы такие в этом навозе. Он говорит. Я думаю. Для чего мы существуем. И дядя мне сказал. Что я должен стать молодцом. Или холодцом. Нет. Наверное молодцом. И дядя такой. Раз. И вилы нечаянно уронил. И вилы куда-то там слетели. И он сидит такой. Смотрит. И говорит. Если бы мне предоставили выбирать. То я бы выбрал. Стать тем. Кто я есть. Потому что это мой мир. Такой счастливый. И я в нем живу. И так показывает. Кто-то мимо проползает. С этими вилами воткнутыми. Ауааа. Ужасно. Никто не видит реальности. Что происходит. Как вот эти маленькие поросята. Что даже если бы нам выбирать. То мы бы опять стали тем. Кто мы есть. Это наш мир. Что дедушку пригласили на праздник. Он был такой нарядный. Он говорит. И все хотят быть похожими на папу. Что он ходит на фирму. Харе Кришна. Шамад Бхагалтан Киджай. Шилы пропады Киджай. Шишинитай Гуранга Киджай. Говор пренанда Харимо.